это я а это 7 домов на задних дворах которых я устанавливал забор последнюю неделю все шло хорошо пока мы не начали устанавливать забору вот для этого клиента мы успели произвести демонтаж старого забора и забетонировать новые столбы в землю но потом мне позвонил клиент и сказал что он хочет чтобы каркас был собран из кедра не сосны я ему ответил что придется доплатить 500 долларов так как кедр дороже сосны но клиент не хотел платить больше утверждал что ранее меня уже предупреждал об этом спойлер нет он блефовал а ведь к этому моменту я уже купил и привез полный прицеп материалов также я должен был оплатить работу помощника и если я откажусь сейчас то потеряю деньги соглашусь то как бы все равно заработаю в итоге я не стал спорить с клиентом и купил кедровые доски для каркаса по моим первоначальным подсчетам я должен был заработать на этом объекте 1500 долларов плюс нужно заплатить ребятам наверное там баксов 500 и в принципе 1000 долларов чистая прибыль но из-за того что мне пришлось потратить больше на 500 долларов на материалы я не стал ругаться с клиентом так как я еще даже не начал забор ну и в принципе он мог просто меня послать нахер поэтому заработаю гораздо меньше но какая разница деньги не пахнут как говорится и к тому же на прошлой неделе у меня был потрясающий проект шесть домов которые я вот данный момент сейчас иду доделать я уже практически закончил забор для этих соседей мне еще осталось доделать по мелочи очень много всего к примеру поставить на место вот эти ворота и закрыть всякие щели заборе их не так много но мне пришлось ставить место чтобы потом аккуратненько все вырезать и все было красиво объем работы здесь очень большой и проблема в том что здесь 6 клиентов и все заборы между друг другом пересекаются то есть пример вот этот дом сзади меня делится с четырьмя соседями соответственно мне нужно доделать абсолютно всех чтобы ходить потом и спрашивать сшибать всех деньги ну а примеру сейчас у меня на этом объекте зависла там районе 6000 долларов поэтому мне нужно торопиться чтобы доставать свои деньги и начать зарабатывать с этого объекта всего времени уходит на изготовление вот таких вот ворот кажется казалось бы ничего здесь сложного но к примеру за день я успеваю сделать только две калитки и одну секцию либо я за день успею поставить штакетник на весь задний двор и во времени будет одно и то же сейчас уже три часа дня я надеюсь успею установить еще одну калитку для соседей которые находятся вот там в общем нет времени снимать нужно идти срочно и устанавливать калитку чтобы забирать свои денежки техасский блок доброе утро друзья вчера я в общем больше ничего не сделал потому что тот клиент с которым не проблемы в общем опять там начались проблемы сейчас покажу скоро доеду только до туда кстати мой помощник приехал на мерседесе сотрудники моей компании ездят на мерене с личным водителем причем потому что это это не мой сотрудник а вот он нормально на заборах то поднялся по дороге нужно заехать и обналичить вот этот чек не совсем это другое где мне сука чек нет вот в америке все до сих пор пользуются чеками сейчас нужно заехать и обналичить его точнее закинуть деньги с и чека на карту интересная херня между прочим потому что в европе такого не встречал вот так выглядит банкомат которым можно подъехать на машине подъезжаешь сюда вставляешь карточку берешь чек он на номер компании нажимаешь депозитнуть и тут на выбор выбираем чеки вставляем туда на кушай кушай деточка но сейчас вроде сам автоматически должен определить сколько там денег мне написали от руки на все верно 2 700 и все деньги на счету через пару часов и так из-за чего у нас вчера стопорнулась работа я нахожусь на участке клиента с которым у меня были проблемы из-за которого я потерял деньги погнали покажу я этому клиенту делаю забор спереди сбоку сзади и там еще спереди в чем суть уровень земли у моего клиента выше чем у соседей но так как соседи с ним делятся то есть платят половину то мне нужно было найти компромисс как сделать так чтобы этот был доволен и этот чтобы у этого не был слишком низкий забор и у этих я решил приподнять забор у моего клиента но тогда забор у моего клиента будет выше чем у соседей и так как я уже потерял деньги с этим клиентом он очень так сказать конфликтный то мне приходится спрашивать каждый шаг и поэтому у меня вчера был простой но в принципе мы нашли компромисс я приподнял его достаточно высоко но не очень чтобы все так сказать были довольны так что сегодня продолжаем я здесь оставляю своего помощника он будет заниматься забором а сам пойду делать доделывать другие заборы так как я собрал деньги только с трех клиентов а мне нужно собрать еще с четырех чтобы забрать 4 мне нужно доделать забор миша хочешь передать привет кому-то хочешь передать привет тебя посмотрим тебя посмотрит но тысячи две точно представляешь сегодня успешно сделать давай да ваши ставки что-то успешно не сделать соберу фрейм совершаем радборд и фрейм я это все записал сегодня миша сделать фрейм фрейм это рамка без штакетника получается весь каркас будет собран по словам михаила смотрите какая удобная конструкция мой багажник вы мне уже спрашивали в комментариях показать поближе в общем это просто вещь и я рад что мой прошлый багажник сломался и мне пришлось вот это сварить как видите багажник был сварен с таким углублением чтобы можно было запихивать доски очень удобно тому же всегда есть доступ к инструментам хоть здесь хоть здесь сварен он не профессионалом своего дела но он держится просто изумительно вчера к примеру мне кажется мы сюда килограмм 700 загрузили и все выдержала вчера когда покупал материалы для своего проблемного клиента я сюда загрузил наверное килограмм 700 или 800 и вот этот центральный профиль даже не прогнулся тойота мать вашу управляем мечтой по моим ощущениям я не успеваю сегодня доделать все что я запланировал потому что сегодня был дождь и какое-то время приходилось спрятаться от него несколько часов можно сказать сегодня пустую надо будет посмотреть надо будет здесь сейчас доделать и посмотреть что успел миша надеюсь у него дела гораздо лучше чем у меня ну что народ время пол шестого я успел сделать не так уж и много из-за дождя план минимум на сегодня я не сделал так что деньги сегодня у меня получить заработать точнее не получится завтра здесь доделаю и получу бабки за сегодня умудрился сделать только вот эту вот часть также сделал ворота ну и доделал вот эту секцию которая а с фронтальной частью совмещается как видите весь забор на заднем дворе я доделал осталось сделать только калитку с правой стороны но здесь работы наверное часа на три-четыре может быть и меньше пойду опять рассказывать клиентке что я не успел так как сегодня был дождь и приходилось от него прятаться она уже немного нервничает потому что и забор делаю неделю хотя такой забор можно сделать за два дня но из-за того что у меня было шесть клиентов я сразу же снес всем забор и постепенно каждому делал и постепенно у каждого забираю денежку этот клиентка одна из последних блин у меня тут столько много заборов аж семь домов что приходится кататься до каждого потому что одни на одной улице другие на другой посмотрим что там миша сделал короче пацан сказал пацан сделал на тебя рекламирую миша это если вдруг кому нужно блин просто я там сделал чуть-чуть фронта одни гейта но гейту и все ты блять тут сделал весь роду борт установил нижнюю доску весь каркас установил еще и штакетник весь разнес такое ощущение как я реально хуй там пинал сидел короче короче я михаил красавчик ну а миша этот отзыв о нашей компании вам понравилось у нас работать пока денег не получал спасибо тебе спасибо что помог кстати михаил занимается сейчас ремонтами и потом потом нужно будет мне к нему заехать на объект показать что он делает тоже интересная работа у него на самом деле но мне нужна была помощь поэтому его попросил мне помочь и он помог игорь сколько ты тратишь денег в месяц на сигареты миша посчитал 300 это за год почти 4 почти 4 штуки он сколько 363 600 это можно в колорадо скататься 21 век технологии пылесосить дома больше не нужно ходить даже не нужно у меня вот смотрите сегвей есть ну вот мусор к сожалению до сих пор приходится выкидывать в ручном режиме ну еще много всяких вещей приходится в ручном режиме делать но об этом не на ютубе в общем сегодня наконец-таки еду доделывать тот объект надо посчитать вообще сколько я заработал потому что вроде как много но что-то денег нифига заплатил мексиканцам заплатил другим ребятам которые мне помогали которые умеют как бы делать заборы надеюсь тысячи четыре хотя бы я себе в карман положу потому что объект достаточно большой ну и времени у меня ушло очень много ладно поехали доделаем и потом посчитаю итак проконспектируем я закончил 6 заборов из всех которые я тут должен был сделать мне осталось закончить совсем чуть-чуть только последнему клиенту я уже со всех собрал денежку со всеми рассчитался расквитался осталось закончить кое-что что я вам сейчас покажу и потом посчитаю сколько я заработал но мешок для денег я уже приготовил собственно я доделал абсолютно все вот там заборчики я доделал вот там я сделал и вот там далеке я тоже все сделал в общем я молодец здесь я тоже практически все сделал единственное мне осталось поставить штакетник с этой стороны и вот те двое ворот материалы уже на месте мой помощник все уже разнес мне осталось просто все это установить и забрать свои денежки Установку забора мне придется начать с того, что мне нужно убрать все камни вдоль, так как мне нужно установить нижнюю доску Но проблема вся в том, что камни, вот эти вот места, это места обитания сука-змей Сейчас покажу Где ты, милая? Где ты, сучка, прячешься, мать твою? Главное, чтобы не цопнули твои А вон она, вон она, видите? Спряталась Я думаю, она здесь не одна, а вон поползла Иди отсюда Ах ты, сучка Главное, чтобы не цапнула меня Куда она делась? Ну где ты, мать твоя? Ах ты, мразь, мелкая Уползла Так что, друзья, у меня одна из самых опасных работ в Техасе Наверное, поэтому она так хорошо оплачивается Я боюсь не нарваться на гнездо, потому что я не понял, что это за змея Но выглядит она не очень, не ядовито, скажем так Змея выглядела очень маленькая, ну, как, наверное, ладонь длиной И тут есть два варианта Первое, я нарвался на гнездо, это детеныш И где-то метровая змея обитает Второе, это Гарден Снэйк, она не ядовитая Жрет всяких жучков и паучков Не знаю Здесь обитают как ядовитые, так и не ядовитые Надеюсь, она не ядовитая В общем, если вы смотрите этот влог, значит, я еще живой И я смог его выложить Но это не точно Да, друзья, я прохроначил трубу Нужно было подкопать чуть-чуть вниз Чтобы редборд стал Я начал подкапывать, и там была труба И я попал на бабки Потому что вода сейчас должна вытечь До уровня бассейна И тут это очень много И только после этого можно уже ремонтировать Да Ну, то есть, как минимум, я попал на то, что Вода ушла Потом химия надо будет добавлять Не знаю, сколько это денег Не знаю, ребят, я расстроен Вообще терпеть не могу Перебивать трубы Если она была обычная, знаете, без давления Здесь давление такое, что он хреначит, мама, не горюй И нужно ждать, пока все выйдет Только потом Можно будет Я, в общем, расстроен Эту трубу можно починить только одним способом Нужно, чтобы спустилась отсюда вода До уровня трубы Это 2 инча Если раскидать это все по бассейну Это очень-очень много воды И несколько часов придется ждать, пока она стекет Какой у меня есть план? Я видел, в строительном магазине продается изолента Которая клеится даже под водой Я попробую сейчас поехать взять ее Закрыть сливные отверстия в бассейне Если вода остановится, это будет очень круто Я не попал на большие деньги Смогу починить трубу и Будет всем счастье Самое стремное, друзья, знаете, что Я взял сегодня камеру, так как подумал Блин, так мало контента у меня для влога Нужно, что-нибудь наснимает И, пожалуйста, контент Сам идет ко мне в руки Единственное Выйдет мне этот контент в копеечку Ничего, я общался, в принципе, с клиентом Вроде нормальный, но, знаете, они Американцы все такие Нормальные и нормальные А потом скажут, что я тебе не буду платить Ты им тут расхерачил Все, и как бы сам мудак Не знаю Поеду пока куплю ремонтный комплект Приеду, возможно, вода уже сойдет Главное, до его приезда все сделать, чтобы он не видел масштабов трагедии И со спокойной душой мне отдал мои деньги Ближайший строительный магазин Это Home Depot То же самое, что и Лоуз Ничем не отличается Единственное только цветом Сейчас купим то, что мне нужно здесь Так, мне нужен пламбинг Вот написано пламбинг, что переводится вроде как сантехника Где-то здесь мне нужно купить клей, грунтовку и трубу Итак, первое, что нужно взять, это клей Heavy duty Это то, что мне нужно Это типа прям самый огонь Стоит 8 долларов Это medium, это не то Возьму этот Прежде чем клеить, нужно почистить То есть, соответственно, мне нужен праймер У меня в машине лежит вот такая труба Три четвертых А есть еще побольше ничевая Какую именно я пробил, я не знаю На всякий случай куплю ничевую Она стоит, сколько ты стоишь, мразь Она стоит 7 долларов 50 центов Все Починка будет стоить у нас 23 доллара Не так уж и много Но единственное, уйдет на это несколько часов Пока я дождусь того, когда вода выйдет из системы Ну и плюс еще я потратил часик на то, что смотался в магазин По деньгам один хрен просос И по настроению тоже Техасский блок Доброе утро Вчера я не починил трубу Решили подождать с клиентом, пока все вытекет из бассейна В итоге он мне звонит вечером и говорит, что Это был не бассейн Это труба, которая шла на обрызгивателя Вот То есть она вроде как под давлением была Но там, кстати, не сильное давление Ну, это хорошая новость Потому что мне не придется платить за химию Которую добавляет бассейн Ну что, друзья, я уже все починил Я не попал на деньги Так как клиент оказался нормальный, хороший чувак Понимающий Плюс он позвонит в компанию, которая поставляет ему воду Ему просто спишут вот этот счет за то, что у него как прорвало трубу Потому что в таких случаях, когда прорывают трубу, они как бы не чарджат экстра деньги Я вырезал старую трубу Как видите, я ее пробил так достаточно нормально И я установил новую трубу Установка у меня заняла где-то 20 минут Если бы мы вызывали сантехника, то он бы зачарджал, наверное, 350-500 долларов Просто вот за 20 минут работы Дело в том, что у сантехников есть разрешение Потому что ты не можешь вообще просто прийти и починить кому-либо трубу Нужно специальное разрешение Без этого разрешения, по идее, как бы не допускается к работам никто Вот, экспертизы никакие не проходятся без этого разрешения В общем, эти засранцы знают, что только они могут этим заниматься И обычно людям нужны сантехники, когда у них что-то прорвало И им очень срочно нужно это починить Поэтому эти ублюдки чарджат очень хорошие деньги За свою суперлегкую, на самом-то деле, работу У меня был один такой случай Мы как-то делали забор И когда копали, бурили нашим буром То мы вбурились прямо в канализацию Вот мы этого не заметили Мы установили столб, забетонировали И у клиента не работала канализация Так вот, мы не поняли, что мы это сделали В общем, она вызвала сантехника Сантехник пришел и просто, чтобы определить, что произошло Что, допустим, вот именно вот здесь вот этот столб Его нужно выкопать и где-то там, короче, что-то пробили Он взял за это 300 долларов или 350 Соответственно, оплачивать пришлось нам И плюс он еще сказал, чтобы починить вот этот кусочек канализации Там буквально, ну, я не знаю, там полметра Он бы зачаржил 1200 долларов В итоге я сказал, не, чувак, я сам это сделаю В итоге мы раскопали траншею Причем, ну, глубина была, наверное, ну, вот такая Я не знаю, там, ну, может быть метр Мы раскопали траншею где-то за минут 20 Срезали старый кусок трубы Поехали, взяли ремкомплект И еще где-то за час починили То есть, по факту, если у тебя есть все необходимые материалы За полтора часа работы 1200 долларов Так что вот такие вот цены берут сантехники Как я уже сказал, они реально охренели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я уже практически закончил Осталось доделать вот эту калитку И все Все семь домов отдают мне деньги И я гуляю с женой и с ребенком Где-нибудь на детской площадке с мороженкой И раз уж я на финишной прямой То пришло время подводить итоги Лично мне все абсолютно нравится Так как я клиентам решил две проблемы Первая Это то, что у них теперь красивый задний двор А вторая проблема, которую я решил Теперь, наконец-таки, клиенты не будут видеть друг друга Как видите, это старый забор И он гораздо ниже меня А вот это вот новый забор, который я построил И если посмотреть снаружи, то выглядит это немножечко так стрёмненько Потому что, ну, соседи друг друга видят А у них здесь бассейн, и они, возможно, ходят голенькие Ну и, в общем, не очень-то и приятно Ну что, друзья Пришло время посчитать по традиции Сколько я заработал Потому что мне, на самом деле, было самому интересно Итак, со всех клиентов А я напоминаю, их здесь было семь Семь человек, семь домов Кому-то я сделал полностью забор, кому-то частично В общей сложности я собрал Со всех 15339 долларов Из них я потратил на материалы 7935 долларов Также в эту сумму я учёл аренду бура И то, что я заплатил на свалке, чтобы утилизировать мусор Помимо этого, я заплатил своим помощникам 1250 долларов И 250 долларов я потратил на бензин и на воду Так как я здесь работал практически две недели То мне приходилось ездить сюда каждый день Примерно полтора часа утром и полтора часа вечером А у меня, как бы, машина V8 жрёт она очень много Собственно, чистыми я заработал практически 6000 долларов Что, на самом деле, неплохо С учётом того, что это было всего за две недели То есть, примерно 3000 баксов за неделю Но из этих денег мне придётся заплатить налог Какой точно я не знаю, так как в Америке налоги считаются в конце года То есть, я посчитаю Здесь достаточно сложная система налогообложения Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь Соответственно, об этом вы узнаете в конце года Если будете всё ещё подписаны на меня Я, наверное, об этом расскажу Друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца Я рыли апрешейдит Своим грёбаным английским Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик Оставьте свой комментарий Потому что это дико помогает моему каналу продвигаться И мотивирует меня делать всё больше и больше контента Я с вами не прощаюсь Так как мы увидимся обязательно в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok